Я хочу, Господи, похожей быть на Тебя, Чтобы нескуды все проходили не зря, Чтоб шаг за шагом мне путь пройти к вечности, Даруй мне больше сил, терпения и смелости, Чтоб шаг за шагом мне путь пройти к вечности, Даруй мне больше сил, терпения и смелости, Молитва пусть моя будет не о себе, Дай вспомнить первого, кто сделал злое мне, Как часто сердце очистить свое спешить, О врагах своих вспомним и промолчим. Как трудно жить, когда нет защиты Твоей, Молюсь я больше и сила моя в Тебе, А когда рядом Ты не страшна мне беда, Мой искупитель, мой Бог и моя звезда, А когда рядом Ты не страшна мне беда, Мой искупитель, мой Бог и моя звезда, Я знаю скоро, спаситель мой, Ты придешь, И в царство света спасенный к себе возьмешь, Так приготовь меня к встрече, Господь с Тобой, Чтоб оказалась я верной Твоей слугой, Так приготовь меня к встрече, Господь с Тобой, Чтоб оказалась я верной Твоей слугой, Субтитры создавал DimaTorzok 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 понимает музыку, но что-то восторгает нас внутри. В мире есть очень много прекрасных, величественных произведений. То, что люди тратят большие деньги, чтобы поехать посмотреть, увидеть. И вы знаете, сегодня моя тема о членство в мое, ваше, в Божьей семье, в церкви. Вы знаете, церковь это то совершенное творение Божие, которое Бог сотворил. Совершенное, потому что Бог совершен. У Бога не бывает так, что что-то Бог сделал, и оно несовершенное. У Бога все насколько совершенное, что только мы можем смотреть, рассматривать и восторгаться, говорить Господи, как хорошо, как прекрасно, как величественно. И, наверное, самая большая беда христианства это не видеть красоту Божию, которую Бог совершил в церкви своей, в детях своих. Перед тем, как я буду читать место, с которым мы начинаем послание к Аллатам, я где-то внутренне терзался, думал, когда привести пример этот. В начале, в конце, решил в начале. Это было лет пять тому назад. Всегда у нас есть такое движение в церкви. К сожалению, к стыду есть движение. Люди уходят. И когда уходят люди, один человек объявил мне, что он уходит. И я спросил эту душу, ну почему ты уходишь? Вы знаете, мне было то обидно за этого человека. Там понятие традиции, там понятие какие-то старики цепляются, там понятие человек себя чувствует сегодня здесь некомфортно. Там все понятие то, что не делает нас едиными. Я, говорю, попытался человеку объяснить с той позиции, которую я буду сегодня проповедовать. Но человек ушел. Я хотел бы сегодня говорить с нашей евангельской позиции, чтобы мы увидели членство свое в его семье, потому что эту церковь не вы создавали, не я создавал, не какой-то совет создавал. Эта церковь создал Христос. Это его церковь. И сегодня мой взгляд на вас, на друг друга, мы будем говорить послание Галатам читать, и я буду объяснять, почему проблема в Галат возникла. Почему апостол Павел так побеспокоился, потому что будущего нету в церкви, если так рассуждать, как рассуждать Галаты. И мы открываем послание Галатам четвертую главу. Я попрошу там, рувим, я говорю темпераментно, регулируйте звук, потому что людям, многим не нравится мой голос. Пожалуйста, регулируйте. Ну, я не виноват, братья, это вот для этого у нас есть регуляторы там, сидят, регулируйте. Пожалуйста. Я знаю, знаю проблему вашу, знаю, но я такой. Галатам четвертая глава мы читаем с первого по седьмой стих. Еще скажу, наследник доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего ава очи. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Я хочу маленько сделать вступление по посланиям Галатам. Смотрите, когда вы читаете послание Галатам и вникаете, вы увидите такую мысль. Апостол говорит, братья, удивляюсь, что вы от призвавших вас благодатью так скоро приходите к иному благовествованию. Я хочу, чтобы вы увидели две мысли. Призвание благодатью и иное благовествование. Иное. Потому что в церкви существует сегодня созидание не от иного благовествования, а мы будем сегодня говорить, а от призвания благодатью. То, что благодать призывающая делать с нами, и это создаёт единство. Иное благовествование, оно имеет место, но оно не даёт единство в церкви, оно не создаёт единство в церкви. И потому апостол говорил, в чём проблема, братья, в чём проблема, вот что иное. А то, что мы сегодня призваны от благодати и видим это благовествие, это действие духа. А всё иное, которое мы смотрим, видим, это действие плоти вашей, моей плоти. Апостол говорит, братья, вы начали духом, как теперь вы смотрите, поступаете, оканчиваете плотью. Что такое духом? Если я хочу наперёд забежать, чтобы вам было понятно, о чём мы будем сегодня говорить. Духом, это когда мы посмотрим друг на друга не с позиции «я знаю его, я знаю его родителей, знаю откуда он, знаю его, как он живёт, знаю, где он работает, знаю его семью». Всё это плоти. Эти знания не дают нам единства. Знания единства дают только то, что вы в духе понимаете, что Бог сделал. Но это понятие идёт прежде всего, что я вижу, что Бог сделал со мной. А потом я вижу, если Бог так поступил со мной, Он так точно поступил с братом моим. И потому я хотел бы сегодня в начале озвучить эти слова и в конце. Смотрите, наверное, то, что Бог принял нам в славу свою, Рувим, пожалуйста, высвите слова послания к римлянам, 15 глава 7 стих. Смотрите, наверное, в том, что Бог принял нам в славу свою, что мы Богом приняты, никто не сомневается. Как-то, может быть, там какие-то проскакивают, но в общем, это истина более-менее. Но Бог говорит, как я принял, апостол говорит, как я принял вас, Бог принял в славу свою, так что, для чего нас Бог принял? Какая цель у Бога? Чтобы вы сегодня вышли и увидели толпу людей со своим недостатком, со своими плюсами, минусами, или увидели сегодня Божью семью. Для чего у вас нас Бог принял в славу? Чтобы как Бог принял на славу, так и мы принимали друг друга. И потому я хотел бы сегодня продолжить рассуждение над Галатами, и апостолы, и братья, я вижу духом проблему вашу. Я вижу, что вы сегодня, я переживаю, апостол говорит, я в муках рождения, 4 глава 19 Галатам, я в муках рождения по отношению чего? Я не вижу у вас изображенного Христа. Я не вижу, что Христос преобразил вас. Я не вижу это преображение Христово. Если нет преображения Христово, нет единства, нет будущего в церкви. Нету. И потому сегодня вся проблема Галат, вся проблема нас. Мы измеряем себя сегодня собой и свой путь измеряем плотским взглядом. Мы сегодня говорим, получилось, не получилось, вышло, не вышло, то есть мы говорим, все по-плотски. Мы сегодня не измеряем, не говорим себя с позиции того, что Бог совершил у нас, что Бог уже сделал. И то стих, который я прочитал, или то место, которое я почитал, оно начинается не с 4 главы. Оно начинается, если так рассматривать, начинается в 3 главе и с 27 стиха. Послание Галатам, 3 глава, 27 стиха. Все вы, это апостол обращается Галатам, а теперь к нам обращается. Я говорю, братья, все вы во Христа крестившись, во Христа облеклись. Давайте я 26 стиха начну. Ибо все вы, сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившись, во Христа облеклись. Нет уже ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского, ни женского пола. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы севераму и по обетованию наследники. Я хочу обратить наше внимание, ибо все мы сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса. Я хотел бы, чтобы сегодня, смотрите, я буду многие вещи говорить, не то, что мы не знаем. Наверное, проблема детей, проблема детей, когда я что-то сделал, и вы ее подозвали к себе, это родители, и спросили, что ты сделал, хорошо или плохо, ты правильно поступил. Большинство детей отвечают, они знают, как правильно. Проблема детей, что когда мы начинаем им что-то объяснять, мы напоминанием, и я буду сегодня делать то же самое, апостол говорит, братья, хотя вы это и знаете. Это Петр говорит в 2-м послании, 2-го глава 12-й и 13-й стихи, хотя вы это и знаете, братья, я не перестану вам напоминать, чтобы напоминаниями возбуждать. Вот это правильный смысл, чистый смысл. Кто мы сегодня? Кем мы являемся? Кем является мы, брат, сестра, рядом сидящий? Кем мы есть? Потому что плотские взгляды, это взгляды, которые разделяют. Плотские взгляды, это видеть несовершенство человека. Духовные взгляды, это видеть, что Бог сделал с этим несовершенством. И как Бог представил. В прошлое воскресенье у нас была проповедь «Жизнь по закону, жизнь по вере». И одна из мыслей, которые сказал брат Виктор, что жизнь по вере, она делает человека совершенным. Не дела его. А Бог его представляет при собой совершенным. И теперь мы сегодня нашим рассуждением попытаемся сделать то, что сделал Петр. Братья, делайте более твердым ваше звание и ваше избрание. Ибо если мы делаем себя твердым, что Слово Божие говорит? Вы не приткнетесь. И вам откроется свободный ход царства в ту семью Божию, которую Бог сказал, это мой народ. И потому я хотел бы сегодня начать нашу тему, во-первых, библейское понятие усыновления. Первое, что я хочу обратить, что когда мы говорим о усыновлении, мы говорим о Завете Божьем. Это Завет Божий. Новый Завет и Ветхий Завет разница в чем? В Ветхом Завете Бог заключал Завет с человеком. В Новом Завете Бог заключил Завет между Отцом и Сыном. И когда вы будете читать усыновление, там написано всегда, что в Иисусе Христе, не в вас, а благодаря тому, что Христос умер за нас, пострадал за нас, благодаря тому, что Бог показал свою любовь к нам во Христе, мы усыновлены через Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И поэтому усыновление, когда мы сегодня, первый, это Завет Вечный, основан на избрании и на определении, что Бог хочет себе сегодня приобрести народ, назвать сегодня не народ Божий, народом Божиим. И чем место, которое я хочу, чтобы братья открыли, послание к Ефесянам, первая глава, 4-й и 5-й сих. Послание к Ефесянам, первая глава, 4-й и 5-й сих. Так как Он избрал нас в Нем во Христе, о чем мы сегодня разу говорили, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предупределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по чем желанию? Вашему, моему церкви, по чем? По благоволению воли Божьей. И когда мы говорим сегодня, что мы введены в семью Божию, имеем членство через усыновление, это желание самого Бога. Это желание Бога, чтобы мы уже осознавали, что мы уже не рабы, мы сыны Бога, Отца нашего Небесного. Это первое. Второе. Вы знаете, когда Бог имеет это желание, я хочу сказать, что желание Бога изменит на статус. то есть большинство людей до тех пор, пока мы смотрим на себя не с позиции статуса Божьего. Я не говорю сегодня, Господи, я благодарю себя Дитю Божьим. Я благодарю, что ты дал мне право называться, быть твоим сыном. Я благодарю тебя, что ты сегодня меня назвал своим. Когда мы не говорим об изменении статуса, а такая мысль проскакает, она везде проскакает. А кто не грешный? А кто не немощный? А кто не достойный? Есть такие? Есть такие совершенные? И мы начинаем говорить по плоти, смотреть не на то, что Бог начал в нас, а на то, кто мы есть в Адаме. И чем мы больше видим себя в Адаме, чем мы видим, что статус нас не поменялся. А Бог поменял наш статус. Я читаю, давайте мы читаем, открываем первое послание Петра, первое послание Петра, вторая глава, и к этому месту я еще раз возвращу с 9-10 стих, то он говорит о том, вы, я и вы, но вы род избранный, царственное священство, священство, народ святой, люди взятые в удел. Для чего Бог назвал нас своими? Для чего? Цель Бога. Чтобы я и вы увидели совершенство того, кто призвал нас. У меня нету совершенства, у вас нету совершенства. Есть совершенство призвавшего, и тот, кто, он вывел нас из сми и вел в чудный свет. И вот сегодня никогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилны, а ныне помилны. Я и сейчас повторяю одну мысль, которую я же сказал. Братья и сестры, пока мы не увидим себя в семье Божьей, пока мы не увидим себя, что мы, что Бог с нами сделал, я не могу, как Бог принял брата моего, принять его, потому что я себя не вижу принятым. Когда я вижу, что я принятый Богом, и Бог назвал меня своим, тогда я и другого принимаю. И тогда я другому уместить. Потому что вот эти чувствования, способности умещать друг друга, мы поступаем в мире всем, как Бог с нами поступил, так и мы поступаем друг с другом. И это очень важная мысль, которую мы должны понять. Третье. Я хотел бы, чтобы сегодня мы увидели, что через понимание усыновления наши отношения с Отцом, с Богом поменялись. Я не могу сегодня обращаться к Богу с позиции того, что, Господи, я, ну вот я-то вот, ну, Господи, ну не накажи меня. Господи, ну не, ну, это обращение к человеку, который еще не вкусил, не принял. Но мы приняты, мы народ Божий, и сегодня мы обращаемся с позиции наследников, с позиции права принадлежать к всему, что принадлежит Христу, принадлежит нам, наследникам, Божьим. И потому я читаю еще раз одно место, которое утверждает эту истину, Ефесянам 2 глава, 18-19 сих. Ефесянам 2 глава, 18-19 сих. Потому что через Него, через Христа, и, писать, говорит, и те, и другие, и иудеи, и язычники, имеем доступ к Богу в одном духе. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. То есть, когда мы говорим усыновления, мы говорим о том, что это желание Божие, когда мы говорим усыновления, это Бог избрал нас, Бог назвал нас своими. Когда мы говорим сегодня усыновления, мы говорим, что это особый статус, мы дети Божьи, и мы сегодня свои Богу, и мы наследники И то святого положения, которое Бог дал нам во Христе Иисусе, это усыновление. Вы знаете, перейдем к другой проблеме. Это Божия истина. Но, наверное, возникает вопрос, а почему Божия истина не вкладывается? Почему? Почему понятные стихи Писания не работают? Почему? А знаете, почему? Это основание той текста, которую мы прочитали. Наследник, я еще скажу вам, 4 глава Галатом, я читаю первый стих и второй стих. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя Господин всего. Он подчинен попечителям, добровителям до срока отцом назначенного. Вы знаете, что того апостола хотел нам донести, Галатам и нам? Мы наследники, мы имеем большое право, но моя тема – наследник и его младенчество. Младенчество – это состояние, которое человек имеет в себе, не понимая того, что он имеет. Не понимая того, что ему принадлежит. Не понимая то, чем он может пользоваться. Он не может прийти с дерзновением к престолу благодати и взять то, что Бог для него приготовил. Это младенец. И по новому писанию говорит, младенец не сведушь в слове правды. Он не сведушь, он колебется. И когда апостол говорит, братья, я не могу говорить с вами, как с духовными, а как с кем? Младенцы, плотскими, младенцами во Христе. Почему младенец, не мой говорю, потому что младенец смотрит сегодня не на то, что Бог создал в нем, что Бог создал сегодня в детях Божьих, а он смотрит сегодня на свое состояние, на других. И говорит, так, какая там церковь, я знаю, чем кто занимается, я знаю, какие люди, я знаю это все. И все по плоти, все по плоти. И мы приходим в церковь, и мы говорим, ну почему нет желания идти в эту церковь? Да не будет никогда этого желания, потому что мы по плоти смотрим. Абсолютно идут по плоти. Мы видим все плотскими взглядами. А от чего тут плотскими взглядами начинается? От того, что я сегодня сам не знаю свое положение в теле Христовом. Я сам не понимаю сегодня себя, кем меня Бог сделал, кем я есть. И потому я сегодня сам плотской, по плоти сужу. И сегодня наши плотские мысли писали, что это мы в Галатах будем читать. Я только хочу дальше. Все, ищи в плоть, пожнет благословение, да? Трение. Все, ищи в дух, пожнет жизнь и мир. То есть все зависит от того, что я пожинаю, что вы пожинаете, зависит от того, что вы сеете, как вы смотрите, как вы поступаете. И потому мы пожинаем то, смотрим плотскими взглядами, мы жнем плотское. И будущее, как мы говорим сегодня, единство в Церкви Божьей, сегодня мы усыновлены, это будущее очень хромает или под вопросами. Потому что люди, живущие по плоти, они чувствуют себя порабощенными. Они чувствуют себя несовершенными. И сегодня наша цель, я хотел еще раз, потому что я не раз встречал, мы как бы хотим переубедить людей. Но ты не так не думай. Мы не переубеждаем. Мы сегодня взращиваем. Мы говорим о Божьем начале, о Божьем действии, о том, что Бог совершил в каждом из вас, что совершила сегодня кровь Христа. Что она совершила? И когда человек видит силу благодати Божьей, вы знаете, у нас есть прекрасная песня, «Ты познал ли силу крови, я скажи». И там перечисляется, если вы найдете в сборнике, вопросы перечислятся, числит ли ты там все действия, которые приносит благодать Божья. Она идет от понимания, что сделала со мной кровь Христа. И потому мы читаем послание Ефесянам, 4 глава. А с другой стороны, мы младенцы, но младенцы должны уходить в церковь? Или не должны? Как вы думаете, кто сам больше возмущается церковь, совершенные или младенцы? Младенцы. Младенцы. Они возмущаются, им не нравится, им что-то не по сердцу. Но они должны ходить? Должны ходить. Но церковь имеет свое назначение. Смотрите, для младенца имеет свое назначение. Послание Ефесянам, 4 глава, я читаю в 4 главе, с 11 по 15 сих. И когда я вижу человека, который не приходит в церковь, для меня в духовном понимании он младенец. Не знаю, как для вас. Это младенец, который соблазнился, который спотыкнулся, который увидел недостатки человека, который говорит только по человечески мыслить. О, младенец. Потому в него сегодня, он приходит сегодня, видит все то, что его не соединяет, а отталкивает. И потому, смотрите, апостол говорит такие слова. Для чего нужна церковь? Потому что нету другой среды, где эти младенцы могли вырасти. Их просто нету. И мы вырастаем в Ефесянам, 4 глава, с 11 по 15 сих. Он поставил одних апостолов, других пророками, иных юниористами, иных пастырями, учителями, к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенному, в меру полного возра Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющими, увлекающими всяким ветром мучением, полукасов человеку по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовь все возвращали в Того, Который есть глава Христос. Вы знаете, я первое хочу обратить наше внимание, что для чего пришел Иисус Христос? Он нам открыл Отца. И когда мы говорим, что Бог нам открыл Отца, это не только открыл отношение Отца к нам, а нам открыл Отца, и Писание говорит, будьте совершенны, как кто? Как Отец ваш совершенный. И в Церкви Божьей существует учение, которое показывает, что Отец сделал с вами. Для чего Бог сделал так с нами? Чтобы я в мире всем поступал, так как Бог со мной поступил. Как Бог милосерден, так я даю милосердный. Как Бог прощает меня, я так должен прощать. Как Бог меня любит, я так должен любить. Как Бог вмещает всех нас, так я должен вмещать. Проблема в том, что сегодня я не знаю, к стыду, к сожалению, что Бог, как Бог поступил со мною. И потому в Церкви Божьей есть учителя, есть учение Христово, есть Слово, которое назначено, доколе мы придем все в единство, соединены через это учение в Мужа Совершенного, в меру полного возра Христово. Потому что если мы младенцы, мы колебиваемся, мы увлекаемся, мы там услышали слух, о, о, не знаю, что в Церкви такое делается. Все, они как маленькие дети, где-то сквознячок какой-то, раз и заболели, как больные люди. И это болезнь в Церкви. Отчего? И как эту болезнь лечить? Давайте будем бороться с плетнями. Не поможет, братья и сестры. Давайте будем сегодня, кто сказал вам, придите, скажите, мы выясним и накажем человека. Не поможет. Поможет только одно. Доколе мы не придем в единство веры, в Мужа Совершенного, в меру полного возра Христово, чтобы мы не были колебющимся и увлекающими всяким ветру учением, но истинной любовью, как Бог меня возлюбил, так все, чтобы я не делал словами или делом. Я делал души, как для Бога, а не для человека. Я все возвращал тому, кто мне дал это. И это и есть Церковь Божия. Бог ввел нас в эту семью, и Бога такое назначение. И потому, смотрите, апостол Иоанн говорит такие слова. Смотрите. Первое послание Иоанна, 3 глава, 1-2 стиха. Смотрите. Давайте мы на посмотрим на ту любовь, которую имеет к нам Бог. Он дал нам право называться и быть кем? Его детьми. мир этого не понимает. И потому, что не понимают те люди, которые не познали Его. Когда мы Его познаем, мы понимаем это великое право. Мы теперь дети Божьи. 2-й стих, братья. Мы теперь дети Божьи. Это такое великое, которое еще до конца не открылось. До конца еще сокрыто очень много, но откроется, потому что увидим Его, как Он есть. И потому, мы сегодня смотрим друг на друга. Как мы смотрим? Михаил, Верлан. Верлане свои плюсы, минусы. Я начинаю думать, какой Верлан вообще. Прошел сюда мимо, не поздоровался со мной. А за Верлан водится такое. И мы начинаем с Верланом рассуждать о Верлане. Как мы не будем думать? Я сяду рядом с Верланом. У меня есть дух единства с ним? Нету духа единства. Нету. Нету не потому, что Бог не оценил, а потому, что я мыслю по плоти. Я рассуждаю по плоти. Я взвешиваю по плоти. А плотские помышления это смертельные, разрушающие. И потому, Церковь Божия, она состоит из духовных людей, из духовных мыслящих. И мы сегодня духом укрепляем, утверждаем то духовное начало, которое Бог нам дал. И потому, мы уже прочитаем стих, мы теперь род избранный. Царство священства, народ святой. Люди, которые Бог взял, сказал своими. И помните, Христос сказал, принимающий вас принимает кого? А не принимающий вас кого не принимает? Меня не принимает. Братья и сестры, сегодня, если вы не принимаете кого-то из близких сих, вы не его не принимаете. Вы не принимаете того, кто принял его, кто назвал его своим, кто сказал, что он член моей семьи. Вы его не принимаете. И потому что сегодня ответственность нас, чтобы мы могли сегодня говорить о совершенстве того, кто нас избрал, кто нас сегодня вывел, кто нас назвал своими. И если вы будете, время мое вышло, но если вы откроете пятую главу Откровения, я просто процитирую, и там одну из новых песен поют, и там песня говорит, ты, говорю о Христе, ты умер, ты кровью искупил нас, и ты соделал нас царями и священниками Бога Всевышнего, ты нас соделал. И потому, дорогая церковь, я хотел бы, чтобы сегодня вы, прежде всего, построили на себя, если говорить, я верующий. Почему верующий? Потому что Бог возлюбил вас, избрал, когда вы были еще далеки от Него. Это Бог вас призвал, это Бог вас стучал в ваше сердце, это Бог сегодня, это Он вывел вас из сми и вел в это царство Сына Своего возлюбленного. Что вы сегодня участники вот этих всех, потому что так Бог с каждым поступил. У вас нет такой особой заслуги сказать, ой, я верующий, что-то сделал, а Бог каждого так точно поступил, как и вы. Второе, что я хочу смотреть, теперь мы служим Богу не по ветхому состоянию, в обновлении духа. Сегодня, насколько я понимаю, что Бог со мной сделал, насколько я утешаюсь в Боге и так принимаю брата моего, Насколько я познаю, больше и больше возрастаю в познании Бога, дух мой обновляется, и чувства мои наполняют. И потому, наверное, сегодня происходит, сегодня такое, говорит, а что чувствую? Я не чувствую близости к брату, я не чувствую этой любви, я не чувствую, что мы родные, я не чувствую. Эти чувства идут от Божьего присутствия. Вы говорите с такими словами, подписывайте себе приговор, что Бог не живет в вашем сердце. В вашем сердце идут плотские мысли, плотские взгляды, плотские желания. И вы сегодня не видите единства в Духе Божьем. Вы не видите сегодня, что Бог нас объединил. И пусть Бог поможет таким людям осознать и сказать, Господь, прости мне, я что-то по плоти живу. Пусть Бог, только Бог мой открыл сегодня, и нам увидит, что мы увидели это. Вы знаете, проблема, о которой я сегодня говорю, она не новая. Я прошу, братьев, открыть то, что я поставил Коринфянам, 10 глава, 10 глава, 7 сих. Смотрите, было всегда. Это церковь, которую апостол родил словом благослования. Это церковь, которую Бог через апостола насадил. Но это церковь, которую апостолы не принимали. Вообще, задали его, а как говорили о нем Христос. Вообще, такой, знаете, бросили такой упрек. Вообще, в письмах он, еще что-то можно писать. А, в личном присутствии слабый, незначителен. Ничего там, слушать нечего. И апостол говорит, братья, на что вы смотрите, когда вы так рассуждаете? На что вы смотрите? На лицо смотрите мое? На мой язык, на мое поведение, на мои действия. На что вы смотрите? Или смотрите на то, что я Христов, и вы Христовы? И сегодня, насколько мы смотрим на то, что мы Христовы, то мы сегодня объединены. Бог нас, сегодня наша тема. Мы имеем членство в Божьей семье. Бог вас установил и вел. И все имеют. И потому, когда теряется сегодня это приветствие, брат, сестра, теряется. Но что этим мы говорим, когда говорю, приветствуйте, брат, приветствую вас, сестра. Что вы говорите этим? Вы говорите, что вы признаете, что вы члены Божьей семьи. Аминь? Пусть Бог благословит нас сегодня в наших рассуждениях, в наших молитвах, в наших сегодня отношениях, что вы когда будете выходить, когда будете общаться, увидите Божие друг в друге. И через это Бог прославится, возвеличится. И через это вы не увидите, вы увидите, какие чувствования вас наполнят. Какие чувствования? Чувствования Божьи. Они дают единство. И вы упустите, каким мы поем песню. Хорошо поем песню. Не знаю, будем петь какую песню, не будем. Манить сердце мечтою. Он нас сделал. Он нас сделал. Мы едины сегодня в нем. Аминь? Братьями, братьями. Но Христос сказал, вы друзья мои. Христос сказал, вы друзья мои. Тоже Христовы слова. Давайте мы сегодня помолимся. Давайте поблагодарим Бога за то великое, что вы и я имеем в Боге. Будем молиться. Я благодарен Тебе, Господь. Сегодня вместе с церковью Твоей, детьми Твоими, мы склонились к предвеличению Твоим, чтобы благодарить Тебя за то великое право, которое Ты даешь каждому дитю Твоему. Право быть членом Твоей семьи. Право называться Твоим. И все Твои, это церковь Твоя, это дети Твои, это те, которые Ты избрал от мира сего, это те, которые Ты призвал, это те, которые Ты омыл, очистил, оправдал, это те, которые Ты приготовил наследство, и Ты желаешь, чтобы они были там, где Ты, Господь. Слава Тебе за это великое право сегодня нам носить это великое состояние положения, которое мы имеем в Тебе. Господь, Духом Твоим Святым повей на сердца каждого присутствующего. Помоги нам сегодня создать то великое, чтобы это наполняло наши глаза, сознание наше, чтобы мы могли быть объединены Твоей истиной, Тобой объединены. И чтобы мы принимали друг друга в славу Твою, как Ты нас принял, Господь. Чтобы церковь Твоя, народ приходил и видел Твое совершенство, видел Твое величие, видел Твою славу, поклонялся Тебе и прославлял Тебя. Слава Тебе за все, наш Бог. Аминь. Слава Тебе за все, наш Бог. Спасибо. Продолжение следует...